Почему бы вам не обратиться к Штайнмайеру с просьбой приехать в Украину и разъяснить вашим критикам свой план по урегулированию в Донбассе, так называемую формулу Штайнмайера? Господин Штайнмайер, мы с ним же встречались, у нас был большой-большой разговор. Это одна из первых встреч. В парке гуляли. Очень много говорили на эту тему. Он, я думаю, очень мощный человек. Я так думаю. Я ведь их не знаю, так сказать, изнутри. Но я думаю, что он на нашей стороне. И он мне сказал, что кто бы не был президентом Украины, вектор Украины на ЕС ведь не изменится. Я ему говорил, нет, конечно. Этот вопрос ведь закреплен в Конституции. Почему он так говорил? Потому что у нас власть меняется. Предыдущая власть была за формулу Штайнмайера. И они переживали, что мы можем изменить свою позицию. Тогда я ему сказал, что я не знаю. Я должен изучить этот вопрос. Так может Штайнмайеру приехать в Украину? Если я ему позвоню, то думаю, что это будет не очень серьезно. Я боюсь, что это будет как попытка политического влияния. Но я думаю, что Штайнмайер приедет. Вы же видели, что он сказал. Официально. Его комментарии. Я боюсь, что если он приедет, то это будет мое давление на предыдущую власть. Я не хочу этого делать. Я даже не просил Штайнмайера комментировать в тонкости формулы по Донбассу. А он сделал. Вообще, я думаю, что в ЕС сами были в шоке, что то, о чем они говорили пять лет, на Украине вдруг перечеркивают какими-то политическими лозунгами. Как бы вы извинились перед Меркель и Макроном за то, что в разговоре с Трампом упрекнули их в том, что они недостаточно помогают Украине. Я накануне говорил с госпожой канцлером. У нас очень хорошие отношения. Я думаю, что эта ситуация понятна. Я знаю, что Меркель знает, почему моя риторика в разговоре с Трампом была такой. Я никого не хотел обидеть. Я сказал только то, что думаю. Я всегда так делаю. Говорю, что думаю. Так или иначе, я очень благодарен этим странам. И они знают при этом, что они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали строить Северный поток-2. Мы с ними говорили очень много. Они также озвучивали позицию своей страны, потому что они защищают свою страну, свой бизнес. И эта позиция меня не устраивает как президента и не подходит для внешней политики Украины. Потому они мне честно отвечали там, а я им тоже отвечал честно тут. В Германии 9 октября неонацист напал на синагогу в городе Галия. Насколько остро, на ваш взгляд, стоит проблема антисемитизма в Европе и, в частности, в Украине? Честно говоря, я думаю, что меньше всего в мире проблем с антисемитизмом в Украине. Я честно так говорю всем – еврейским, украинским и израильским организациям. И мы об этом говорили и в Бабе Меру, и в США, когда мы встречались с диаспорой еврейской. И они мне тоже подтверждают это. Я думаю, что у нас в советское время в 90-е годы этот вопрос стоял остро. И сейчас среди каких-то людей, я думаю, это искусственно подогревается. Но глобально антисемитизма в Украине нет. Я думаю, что сейчас в Украине антисемитизма нет.